Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами выкатываем из ангара на несколько замесов в Шкоду Т-50. Шкода Т-50 это девятый уровень в веточке сборной Европы, которая стоит девяткой перед ТВП Т-5051. Довольно неплохая десятка, обзор на нее у меня есть на канале, можете посмотреть. Она умеет удивлять и танчик довольно-таки неоднозначный. Мне, честно говоря, он довольно-таки нравится. Безусловно, не та десятка, которую порекомендую качать в виде среднего танка для новичков. На первую веточку как бы не поставил бы, но в целом обязательно ТВП должен быть в вашем ангаре для того, чтобы просто ощутить эту машинку, насколько она отличается по тому, что предоставляет вам в бою, какие ощущения по сравнению с другими средними танками. То есть, допустим, если сравнивать ТВП Т-5051 и Проджету 65, то это два принципиально разных между собой танчика. Вот и вся идея. Поэтому я бы вам рекомендовал его выкачать, если вы этого еще не сделали и другие средние танки у вас уже открыты. Итак, Шкода Т-50. Что она собой представляет? Есть базовая пушечка. Это обычная цикличная пушка на 310 единиц урона, 230 мм пробития, 7,8 перезарядка, урон в минуту 2,386. Есть альтернативная пушка, топовая, так называемая, которую в любом случае вам придется открыть, ровно как и вот эту вот альтернативную башню, для того, чтобы попасть на 10 уровень. Эта пушечка уже повеселее. 310 единиц урона, но уже умноженные на 3 снаряда, получается в районе 930. Средухи вы выкидываете за барабан. Барабан, как я уже сказал, на 3 снаряда. Перезарядка между снарядами внутри магазина всего лишь 2,5 секунды, что довольно-таки даже комфортно. Время перезарядки магазина составляет 18 секунд. Я бы не сказал, что это довольно комфортно, но, ребят, это удел всех барабанов. Поэтому, ну, если вы не любите барабаны, то, безусловно, вам, в принципе, этого и не понять. Что же касается, в принципе, конкретно этого барабана, то, действительно, придется где-то сейвиться на 18 секунд, для того, чтобы скинуть полностью весь барабан, ну и, соответственно, заново заехать с 3 снарядами. Что же касается урона в минуту 2427, это слишком идеальная цифра для данного танка. Безусловно, в крайне идеальных условиях вы сможете, ну, выбрасывать за минуту 2427 единиц урона. То есть, по сути, это вам надо где-то подъехать к какому-нибудь АФК-танку и в него тупо вываливать барабан за барабаном, для того, чтобы накосить эту цифрку. В целом, ну, как на меня, то крайне сложно досягаемая цифра в виде урона в минуту. Время сведения 4,5, честно говоря, как для среднего танка, великовато. Ну и тем более, честно говоря, при Альфе в 310 хотелось бы, чтобы эта цифра была немножечко поменьше. Ну или хотя бы, чтобы точность орудия была получше, потому что как-то мне показалось, что точности немножко не хватает. Хотя, опять-таки, это все субъективно. Разброс на 100 метров никогда не смог отталкиваться, ну, не мог отталкиваться от вот этих вот цифр, поэтому исключительно в бою сейчас заценим. Что же касается углов наводки, то углы вертикальной наводки составляют вверх 20. Очень классная цифра, но мало играешь, как правило, с пушкой вверх. В основном играешь где-нибудь от каких-нибудь там препятствий, холмов, неровностей на карте. Ну, соответственно, больше интересует всегда вниз. Вниз здесь минус 8. И, честно говоря, с довольно-таки картонным корпусом, я бы сказал, что 8, эта циферка не идеальна. Но поставив на него 10, все бы только то и делали, что играли где-нибудь от неровностей, соответственно, играли бы только от башни. Ну, и, соответственно, танчик бы превратился из СТшки в некое подобие полу-ПТ, полутяжелого танка. Поэтому, в принципе, 8 ему, ну, заслуженно поставили наводку вниз. Все остальные вещи обсудим сейчас непосредственно в бою. Катаю не на фуловом двигателе, не на фуловых гуслях, просто по одной простой причине. Потому что потратить 60 тысяч опыта, ну, как бы, на топчик, я не видел абсолютно никакого смысла. Мне гораздо интереснее было выкачать десятку. И в каком состоянии останется Шкода Т-50, как танчик, который просто будет стоять в ангаре, как правило, 9 уровни, они, ну, мало затребованы в игре. Как правило, играют либо на восьмерках, либо на десятках. Ну, я думаю, многие со мной согласятся. Соответственно, я и не выкатывал ни двигатель, ни гусеницы. Поэтому покатаем на том, что, в принципе, необходимо для того, чтобы попасть на десятый уровень. И заценим танчик в разрезе, а насколько сложно будет на Шкоде Т-50 выкачать себе десятый уровень, выкачать ТВПшку. Погнали в бой, там все заценим. Ребятки, пока мы закатываемся в бой, хочу попросить каждого из вас, если вы еще этого не сделали, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Мне очень нужны ваши подписки, мне очень нужны ваши лайки. Ну, где-то приблизительно, как вода растениям, ну, или кислород человеку. Поэтому, ребят, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Буду вам очень благодарен. Ставьте, пожалуйста, лайки под этим видео. Буду вам, ну, просто несказанно признателен. Заранее большое вам спасибо. Итак, ребятки, поехали обсуждать Шкоду. Первое. Подвижность. Да, безусловно, не топовый двигатель, не топовые гусли. Ну, я думаю, я даже уверен, что она будет куда бодрее на топчиках. Но, честно говоря, в целом, этих гусли и этого двигателя мне хватило на то, чтобы... Ну, не то, чтобы прям совсем без печали, но в целом плюс-минус спокойно выкачать себе 10 уровень, ну и, соответственно, уже радоваться ТВПшке. Вот вам, пожалуйста, точность орудия, то, что я говорю. Что, честно говоря, я бы хотел, чтобы все-таки орудие было, ну, немножечко поточнее. Потому что, честно, как-то вот очень скучно и очень грустно, когда ты выбрасываешь из барабана 3 снаряда, половину, то есть 1-2 не попадает вообще никуда. Иногда, вот как сейчас, вообще не залетает 3 снаряда. И в целом тогда получается, что результативность вашего барабана, она существенно меньше. На каких-то более-менее расстояниях вот таких вот средних, да, ну и уж тем более притыковые расстояния, то в целом барабан отыгрывается неплохо. То есть нельзя сказать, что он прям там совсем какой-то ужасный. Но вот на дальних расстояниях точность стрельбы существенно уменьшается. Ну, а раз уменьшается точность стрельбы, то, соответственно, уменьшается и ваша результативность. Итак, вот пришлось нам дождаться перезарядки магазина. Сейчас попытаемся этот магазин отбросать еще в одного товарища. Ну и, соответственно, заценим с вами скорость полета снаряда на дальних расстояниях нормальная. На ближних расстояниях со скоростью перезарядки скорость, безусловно, полета снаряда никого не интересует. А вот то, что он откидывает по 2,5 секунды, это довольно-таки неплохо. И как вы видите, сейчас у нас, в принципе, практически без печали получилось товарища разобрать. Но сейчас кинул наугад, просто видел, что ПТ-шка там стояла. Он, к сожалению, его, к сожалению, не успел оттуда свилять. Два оставшихся снаряда сейчас кинем по тяжику. И попытаемся, возможно, его тоже забрать. Если он сейчас нам хорошенько подставит свою корму. Итак, подставил он корму. Мы сделали уже с вами 4 фрага на этой машинке. По бронированию. Как я уже говорил, бронирования на машине, можно сказать, нет. Она есть в башне, и с этим не поспоришь. Но вот в отношении корпуса брони, безусловно, нет. Мы сделали 5 фрагов, добрали недобитка. У нас есть еще запас прочности. И мы можем сейчас пободаться немножко с тяжем, кинуть в него оставшиеся 2 снаряда. Как вы видите, один голдой заходит, второй нет. Но ИС-6, как бы машинка не сильно простая. Все-таки машинка крепкая, машинка хорошая. Итак, ребят, смотрим результаты боя. Мы сделали 5 фрагов. И сейчас посмотрим, чем нас вознаградят за наши усилия, за наши труды. А вознаградят нас за 2375 уронов и 5 фрагов вторым знаком классности, да, то есть знаком классности второй степени, серебрухой нас вознаградили. И мы заняли наше второе место в команде по урону. Но согласитесь, мы довольно много в бой вложили. И сказать, что победа нами никак не заслужена, это победа команды, я бы не сказал. Я бы сказал, что мы отыграли на уровне и у нас все хорошо вышло. Итак, заходим еще в одну каточку. Посмотрим, насколько следующая катка будет такая же результативная по сравнению с предыдущей. Потому что, во-первых, мы поехали довольно, ну, на знакомую нам местность. Мы поехали на удобную для Шкоды местность. И нас довольно неплохо поддерживала команда. Честно говоря, если команда вас не поддерживает, на каком танчике бы вы ни играли, сами бой вы никогда не затащите. Что же касается Шкоды, Шкода очень нуждается в поддержке. По одной простой причине, потому что, если брать во внимание скорость перезарядки магазина, то вот то время, там 17 или 18 секунд, которые вам необходимы для того, чтобы перезарядиться, если вас реально некому прикрыть, некому держать шквальный огонь по противнику и держать противника на месте, то в целом, я бы сказал, как в том старом мультике, ваша песенка спета. Вы не сможете просто 18 секунд где-нибудь прятаться за каким-нибудь камнем. То есть, в любом случае, вас оттуда выковыривают и, соответственно, будут по вам наносить урон. Дальнее расстояние, как мы только что посмотрели в предыдущем бою, для Шкоды, это, ну, как бы вообще не вариант. То есть, Шкода, она предусматривает собой сближение с врагом. И это одновременно является проблемой для данного танчика, потому что, сближаясь с врагом, вы оголяете свою абсолютную неготовность принимать шоты от противника и, соответственно, будете постоянно получать новые и новые отверстия в свой корпус. Вот поверьте, в башню вас, ну, я не думаю, что особо часто будет кто-то пытаться выцеливать, поскольку в этом нет просто абсолютно никакой необходимости. В Шкоду можно просто закинуть в корпус и этого будет достаточно. Броня, ну, вот этот вот нижний бронелист, это, в принципе, такой зелёный семафор, который все великолепно видят и все великолепно прошивают. Туда особо даже целиться не придётся. То есть, ну, усилия какие-то прикладывать для того, чтобы прям сильно выцеливаться. Сейчас попробуем по бабахе поотбрасывать барабан. Ну и, соответственно, придётся нам куда-то прятаться на 18 секунд. Вот приехали уже враги. Вот, пожалуйста, приехал АМХ-50Б, который с удовольствием вывалил в нас свой барабан, абсолютно не стесняясь. Ну и, соответственно, дальше мы будем потерпать. Как я говорил, если вас некому поддержать, то, соответственно, вам особо делать нечего в бою. Вы просто сольётесь. Я очень сильно надеюсь на то, что сейчас я попытаюсь отсюда куда-то убежать от АМХ-50Б. Поскольку, если АМХ ко мне вернётся, то, в принципе, ну, можно будет сразу собираться в ангар. Ну, вот сейчас, честно говоря, я очень сильно удивлён, потому что на Шкоде вот такой вот выстрел просто на бум, да ещё и чтобы залетело, он встречается, ну, очень-очень редко. То есть рассчитывать на то, что вы будете часто вот так вот просто навскидку шотить, и снаряд будет лететь туда, куда надо, я бы не рассчитывал. Ну, опять-таки, вернёмся к вопросу абсолютной неточности данного орудия на больших расстояниях. Так, ну, вот, хотелось бы вернуться всё-таки к вопросу ещё подвижности. Дело в том, что, несмотря на то, что на Шкоде я не открыл топчик, да, ну, сейчас зря я, конечно, вылез на АМХ, мне почему-то показалось, что у него больше снаряда вне, что он ушёл на дозарядку. В этом бою мы проиграли, но, заметьте, мы, в принципе, зарвались туда, куда не стоило зарываться. Мы попали на барабанного тяжа. Я не сильно люблю французов, но, понятное дело, что барабанному тяжу гораздо проще общаться с барабанной СТ-шкой, ну, хотя бы в отношении отсутствия у этой СТ-шки брони, а у той ТТ-шки хоть какая-то броня, да, есть. В любом случае, мы нанесли 1300 единиц урона. Мы ушли в минус, окей, это мы, в принципе, пропустим, и в нашей команде мы заняли третье место по урону. То есть, в принципе, танчик, он довольно уронный. И, честно говоря, данная машинка, она позволяет наносить и больше, и занимать выше позиции в рейтинге вашей команды по результатам игры. То есть, по результатам боя можно вполне спокойно занимать второе, первое место по урону. Главное, грамотно отыграть. Главное, не лезть на ней на рожон. Отыгрывать по возможности от башни. А башенка довольно комфортная, довольно приятная. Особенно на плюс-минус каких-то средних расстояниях. В каких-то клинчах, в каких-то вот ближних боях, вот это вот все, оно шьется, и вот это тем более. Ну, в принципе, мы не будем затрагивать боковые проекции и проекцию танка сзади, потому что и корма, и бока, они во всех танках шьются. Ну, так прописана игра, по сути. То есть, есть очень мало танков, которые сбоку, там, ИС какой-нибудь, да, то есть, ну, подобная техника. Да, безусловно, с бочиной тоже имеют довольно неплохое бронирование. И там тоже надо выцеливать какие-то узенькие планочки. В основном же танчики по бокам шьются. Вывод, ребята, следующий. По моему скромному мнению, Шкода Т-50, даже в ее базовой, ну, комплектации, не считая орудия, да, я имею в виду, на базовом двигателе, на базовых гуслях, показывает довольно неплохую подвижность. Поэтому выкачивать двигатель и гусли абсолютно не есть необходимым для того, чтобы попасть на 10 уровень, ну, более комфортно, скажем так. Так, настреливает машинка довольно неплохо, опыт собирает тоже довольно хорошо. Необходимо просто привыкнуть к времени перезарядки магазина, ну, и знать, куда себя деть и чем себя занять, пока у вас будут 18 секунд свободного времени до полной перезарядки. Вот и вся история. А на данный момент у меня все. Это был обзор на Шкоду Т-50, которая по определению не должна предоставить вам существенных проблем с выкачиванием десятки. И мое вам пожелание, если вы будете качать эту ветку, попытайтесь получить удовольствие от игры на барабанах. Наверное, это один из немногих барабанов в игре, на которых действительно можно кайфовать. На этом все. Всем спасибо. Я жду всех на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, возвращайтесь. Буду всегда вам рад. Всех благ, всего хорошего, ну и, как обычно, мира и спокойствия.